Театр Наспасской принимает гастролёров. В Киров приехал академический театр имени Савина. В нашем городе они не частые гости. Последний раз труппа из Иктывкара выступала на сцене Тюза два года назад. В этот раз гастролёры привезли шесть спектаклей, среди которых есть и детские. Гости уверены, им есть чем удивить кировчан. Сейчас на сцене Тюза репетиция идет полным ходом. Устанавливаются декорации, параллельно разыгрываются сцены. Уже вечером зрители увидят спектакль «Слон» в исполнении сыктывкарской труппы. Пьеса до смешного проста. Колхозник Гурьян Мочалкин находит слона золотого. Владимир Казаковцев, заместитель директора академического театра имени Савина, уверен, спектакль кировчане оценят. Доведенная даже до какого-то абсурда гортеская ситуация. И там увидим мы 30-е годы. Пьеса была написана Александром Капковым в 32-м году. Долгое время она была запрещена. Ее сейчас мало ставят. Поэтому я думаю, что кировскому зрителю она будет неизвестна. Это будет интересный спектакль. Пьеса действительно гротескная. Актриса Людмила Малехина играет колхозницу Дашу. Центр ее мироздания – ботинки. Артистка не просто играет роль, она продолжает жить ей даже вне сцены. Наша Даша, она как колхозница, она дура, дура. Ей сказал отец, допустим, защищай свой сундук с золотым слоном. А она говорит, а боты купишь? То есть у нее даже нету как бы этих ботов, да. И если он, допустим, не купит мне боты, то я не буду защищать. А он как бы пообещал, конечно, куплю. Все. Все. Я с этого сундука ухожу только под прицелом. Еще один спектакль от гостей нашего города – Ханума. Это единственная пьеса, у которой есть кировский аналог. Но Владимир Казаковцев убежден – интерпретации слишком разные. К тому же это самая популярная постановка театра имени Савина. Мы посоветовались с руководством театра Наспасской, посмотрели, как это у них сделано, как это у нас. Это совершенно разные истории получились, хотя это грузинская тема, это Афгсентий Цагарели. Но это мы сделали совсем по-другому, как это идет, например, в властной драме. Поэтому приходите, будет даже интересно тем, кто видел ту Хануму. Будут также представлены пьеса «Дорогая помела» или «Как пришить старушку» и постановка для детей. Сказка про чудесное огниво. Гастроли театра и Сыктывкара продлятся до воскресенья.